Радио 54 А то стала замечать, что окружающие стали наглеть сильно Да, и пользоваться этим Уважаемые слушатели, вы тоже можете принять участие в нашей дискуссии Присылайте свои советы для таких безотказных людей На 8 913 381 05 54 Мы ваши версии зачитаем в прямом эфире Ну а пока, Анна, все-таки безотказность Я такая добрая, что мной все пользуются Я такая умная, что мужчины меня боятся Сам себя не похвалишь, да? Я такая красивая, что значит со мной... Никто не знакомится, подружки все завидуют Ловишь, да? Да, да На самом деле обычная такая история Она нормальная, мы все практически... Сам себя жалеешь когда, да? Да, да, да Да почему? Ну нет, ну правда бывают такие ситуации И бывают такие люди, которые действительно... А как это тебе мешает сказать нет? Ой, вот ты, Настя... Вот приходит к тебе муж, например Груш Да, да А ты уставшая такая У тебя там эфиры, готовилась, все такое Ну и вот А он вдруг хочет, чтобы ты ему сделала массаж Потому что он очень сильно... С удовольствием Ну, отлично И на следующий день так же Хорошо И две недельки подряд Я же понимаю, что я за это тоже что-нибудь получила Вот А безвозмездно? Да и безвозмездно, не вопрос Слушай, вот эта вот безотказность Мы с ней все когда-то сталкиваемся То есть это вообще совершенно нормальная ситуация Для существ социальных Скорее вот те люди, которые никогда не говорят да Они больше такие вот социально-дезадаптивные Проблема, когда это приводит к нарушению некого баланса Ты очень правильно сказала Ну, мне же тоже что-то за это будет Просто мне кажется, что обычно в семье и с близкими людьми Ты даже и не хочешь говорить нет То есть тебе нетрудно сделать это для близкого человека И ты как бы говоришь да, но это искренне А вот когда чужие тебя просят И ты говоришь да, потому что Как бы стесняешься сказать нет Своим-то что стесняться? Ты говоришь, я сильно устала, давай завтра, ладно? И ты понимаешь, что он же свой, он же поймет Вот бывает, знаешь, бывает со своими и с чужими Есть люди, которые легко относятся к отказу Понимают его и на тебя не давят Не манипулируют, не обижаются и так далее А бывает и в семье, и там какие-то знакомые Которые начинают вынуждать Да, начинают как-то вынуждать Ну, а почему? Или всячески демонстрировать, что же ты за человек такой Как ты можешь со мной обращаться? Типа, ну да ладно, ничего сложного, давай Типа, что ты мнешься? Мне очень понравилась у одной моей коллеги Метафора с границы государственной Вот представьте, что вы небольшое, но вполне себе благополучное государство И у вас есть какие-то полезные ресурсы Ну, допустим, есть у вас какое-то количество нефти И вот к вашей границе подходят представители соседнего государства И говорят, слушай, ну, а можно мы придем и тебе маленько покачаем? И в этот момент ты должен принять решение Что ты будешь делать? Вот если это дружественное государство И у него тоже есть что-то интересное То ты тогда можешь сказать, ну, окей, хорошо, вы у меня качаете нефть А я там, допустим, пойду золотишко у вас покопаю И обвиняемся Либо у тебя этой нефти, ну, вообще завались Ну, вот прям не жалко И ты такой, да, не вопрос, да, приходите Вот столько качайте А может быть, это не очень дружественные люди Они приходят сразу же с группой товарищей таких Откачут все В камуфляже, да И начинают пробивать твои границы И вот в этой ситуации, конечно, адекватно защищаться И у человека точно так же Самый невосполнимый ресурс – это время Никто не знает, сколько его есть на самом деле Он может закончиться в любой момент и никогда не прибавляется Вот ты родилась, все, у тебя есть лимиты Больше у тебя не будет ни минуточки, ни часа, ни секундочки И это даже не деньги И когда ты откликаешься на чью-то просьбу Ты отдаешь этому человеку свое время Очень хорошо понимать, зачем ты это делаешь Поэтому вот здесь безотказность Она так же, как и постоянные отказы, нехорошатают Я считаю, что здесь должна быть такая золотая середина И много осознанности Зачем, кому я готов отдавать свои ресурсы Фильм всегда говорит «Да» подходит под нашу беседу А я не помню его Там Джим Кэрри играет Я помню, что Джим Кэрри, но наоборот Зильно много говорил всем «Нет» Нет, а потом, да, сказал «Да» И, в общем, жизнь изменилась Но бывает просто с возрастом человек меняется Изначально хочется приятным быть для всех Но потом ты понимаешь, что так невозможно И неохота И если друг о чем-то тебя попросил, но ты ему сказал «Нет» И он обиделся, то, скорее всего, наверное, это не твой друг А ты раньше этого не понимал И ты думал «О, наверное, это я такой» Есть, да, действительно, у некоторых людей Иногда это действительно зависит от возраста, как Саша говорит А иногда и вне зависимости от возраста Вот эта неконтролируемая потребность угождать всем Да, я не могу никому отказать Я весь такой хороший И все всегда скажут, что я добрая И я всегда помогу Я тоже просто страдал этим Мне нравится одна фраза Она звучит так, как «Приятно быть важным, но важнее быть приятным» Я хотел быть всем приятным, да Но потом понял, что «Нет, так не получится» А тут опять возникает противоречие с пословицей «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» И если им отказывать, получается, что и они тебе будут отказывать А я вот готов к этому Да? Да Вот и все Готовность к отказу – это одно из таких свойств Если ты готов Зрелого человека, да Если ты готов, что люди будут тебя отрабатывать Я и говорю, что с возрастом ты начинаешь какие-то вещи понимать Ты можешь отказывать и сам Ты можешь отказывать и сам Давай поговорим о том, откуда это все берется Реклама на Первом областном радио Телефон в Новосибирске 362-07-67 Продолжаем общаться Откуда оно мне не берется Откуда оно все берется? Откуда, да? Откуда оно все берется? Нет, ты не для меня Нет Не будем об этом говорить сегодня Я как зрелый человек Спокойно отношусь к рассказу Изначально, конечно же, потребность Помогать кому-то А на социальное, эволюционное Мы можем выживать только группой Люди И поэтому мы очень завязаны На социальную оценку Как нас воспринимают другие люди У нас есть некие негласные правила договора Вот сегодня мы все помогаем строить дом Вот этому соседу Завтра все соседи помогают строить дом Нет, так было раньше Сейчас человек может выжить Вне такой жесткой привязки Физической к социуму Но в любом случае Связи строятся В том числе социальные И на каких-то взаимных уступках И когда ребенок растет Вот вы, наверное, слышали Может быть, мамашки жалуются Что А мы совсем не делятся игрушками Какой ужас Не хочет делиться И начинает заставлять стыдить Да как тебе не стыдно Да с тобой никто играть не будет С тобой никто не будет дружить Смотри, вот Петечка со всеми делится А ты почему Молодец, хороший Да, вот это вот все И получается, что Такая очень четкая получается зацепка Если я буду отдавать свое Меня будут любить Я буду хорошим Если я не буду отдавать свое То меня не будут любить Ну да, это с детства закладывается Ты должен быть щедрым Относительно близких Там вообще темный лес получается Потому что Представляете себе ребенка Который совершенно спокойный Допустим, в 6 лет Может сказать Нет, я не хочу идти Там посуду мать А я не хочу Чтобы сейчас ты заходила В мою комнату А я не хочу Чтобы ты на меня кричала А мне это не нравится Как ты смеешь Как ты смеешь Говорить с родителями И вот эта естественная потребность Отстаивать свои границы Она ломается Ну дальше там Школа и так далее Мы с вами Всем можно говорить Нет, кроме родителей Да, вот какая-то такая установка А учителям А воспитателям Ну кроме взрослых, ладно Как-то так вот То есть Взрослым не перечить Взрослым не перечить Начальникам не перечить Если тебе начальник сказал Что ты работаешь в выходные Ну как же так Ты откажешь уважаемому человеку Поэтому Основные мотивы Когда люди вынужденно соглашаются То есть мы не берем ситуации Когда Там ты мне, я тебе Баланс соблюден Все хорошо Когда у тебя так много сил и энергии Что ты с радостью занимаешься Благотворительностью Либо близким кому-то помогаешь Нет, именно вынужденная ситуация Основные мотивы Либо ожидание благодарности Это подмена потребностей Вместо того, чтобы быть любимым Человек должен чувствовать себя нужным И ему кажется Что если он много-много-много-много Всего сейчас будет делать Другим, хорошего То ему обязательно Ему все должны Да, да, да Это какое-то ощущение Некая власть что ли Потом, нет Ты знаешь, это скорее власть Нет, если мы о любви говорим или нет Нет Ты знаешь, это вот Когда Если я буду очень-очень хорошей Я не буду отказывать своим друзьям Я вот столько для них всего сделала Ну там, своим детям Своему мужу То тогда Мне не нужно будет никого Ни о чем просить Все сами догадаются Что мне нужно И сделают мне счастье Нет Да, так оно не работает Потом возникает ощущение Вот они какие сволочи неблагодарные Меня использовали Очень много агрессии В сторону тех людей Которых ты ранее благодетельствовал То есть Люди бывают Не говорят Не отказывают Соглашаются на что-то Что для них неприемлемо Для того, чтобы получить Какой-то свой бонус потом Но не просят Его заранее То есть Было бы по-честному Ну как сказать Сегодня я тебе массажик А завтра ты мне Зачем взять завтра? Мы прямо сейчас поменяемся Да, замечательно Замечательно То есть Если ты ожидаешь Какой-то благодарности От кого-то потом Или какой-то ответочки Лучше про это сказать По-честному Сразу договориться Потому что иначе Потом могут быть варианты Второй Второй мотив Самый распространенный Это страх Я сейчас откажу А меня уволят Отвергнут Или я потом попрошу И мне тоже откажут Мне тоже откажут Но это опять же Про баланс Ну да Да Что? Ну окей, хорошо Сейчас 1-0 в мою пользу В следующий раз Ты мне не отказываешь Вот что-то такое Самое главное Осознать Чего вы хотите От того человека Который ваш проститель Самая тяжелая ситуация Это когда На вас давят Ну а что тебе сложно Что ли Обижаются Вот это вот Да Это уже Это уже манипулирование Да Но тут мне очень нравится Опять же Вот эта метафора С государственной границей Как вы будете Воспринимать Тех людей Которые пытаются Перейти вашу границу Помимо вашей воли Взрывают Вышки там Какие-то Блокпосты Вы им говорите Нет-нет-нет У нас тут все закрыто У нас очень мало нефти Мы будем качать ее Только сами Ты что Тебе жалко что ли Вот жадный человек И танком значит По вашему блокпосту Проезжают Будете ли воспринимать Вы Их как Дружественное государство Скорее всего нет И точно так же Если кто-то Обижается на ваш отказ Более того Начинает манипулировать Вас вынуждать Стоит подумать Насколько Действительно Этот человек Вам является другом Да Я про это и говорю Да Если не друг То и жалеть нечего Отказываем и все А кстати вот Про изжалости Отказ тоже Когда ты понимаешь Что тебе от него взамен Ничего не надо Ты ничего не ждешь И не можешь отказать Просто потому что Ну жалко Ну он без тебя реально попадет И ты бог Да А он такой Ну как бы Бедненький Ну да Ну жалко Ну вот А как в себе подавить чувство жалости Потому что я же не виноват в том Что он в такой ситуации Как бы логично Почему я должен Нужно там вызывать скорую И так далее И так далее Подобное Другое дело Если тебе звонит подруга Например Там в 12 ночи А у нее душевные терзания По поводу там Какого-то расставания Очередного Красная закончилась Да Например Ей нужны свободные уши Чтобы в них поплакать А тебе завтра утром Вставать в 6 утра на работу То вот здесь В общем все зависит от отношений Да С человеком Которым ты собираешься отказать Вот смотри Про отказать из жалости Если для тебя это кто-то близкий И у тебя очень много ресурсов И тебе Ты с радостью их подаришь Ничего не ожидая взамен Окей Прекрасные идеи делают Замечательные люди-волонтеры Которые помогают Тем, кто в трудной жизненной ситуации И для них это экологично достаточно А если у тебя у самой мало Но отказать не можешь Последнюю рубашку отдавать не надо, да? Ну не стоит Особенно взрослому человеку Примерно с теми же возможностями Как у тебя заработать себе на рубашку Если ты ему скажешь нет То тогда он будет вынужден Искать какие-то другие способы Себя обеспечить Аня, мы как взрослые люди Говорим тебе нет У нас осталось мало временных ресурсов Я как взрослый человек Принимаю Спасибо большое, что пришла И развеяла все наши сомнения Как всегда До следующего часа Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM